Вы могли подумать, что здесь я буду говорить о несправедливых зверствах, что царили во времена детства Хинато и Неджи. И отчасти это так, но всё же основная мысль ролика это насколько несправедливо обошлись с этим кланом в масштабах всего произведения. Вообще, изначально этот ролик должен был называться «Бьякуган. Дадзюца, слитая дважды». Но после я решил выйти за рамки непосредственно этого дадзюца, которое на самом деле дважды прокинули. А может это с самим тайтлом стало что-то не так? А вот с Хьюго и Бьякуганом как раз таки всё нормально. Давайте попробуем разобраться. По мере развития Наруто мы узнали, что клан восходит к Хамори, а как и то к Кагуи и прочему у Цуцуки. Однако такое искусственное придание важности клану было необходимо лишь в финале истории, а в начале всё было несколько иначе. Хьюго были сильнейшим кланом в Канохе на момент начала основной истории. И они со старта позиционировались как не самые простые ребята, со своей историей, традициями и главным достоянием. Доудзюцу в сочетании с особым стилем Тайдзюцу. И только не надо писать, что сильнейшими кланами Канохи были Учиха или же Сэнджу. Ещё раз подчеркну, на момент начала основной истории. А к тому моменту от Учиха осталось всего три человека, а Сэнджу так и вовсе одна Цунаде. Если говорить о Джуйкене, то на самом деле он выглядит как наиболее проработанный стиль, связанный с конкретным доудзюцу. В теории самим движением, методике высвобождения чакры через собственные танкетсу и конкретным ударам можно обучиться и не обладая Бьякуганом. Тот же Баруто, например, немного пытается в Джуйкен. Но лишь с наличием данных глаз этот стиль можно эффективно применять, нанося удары точно по вражеским танкетсу. С другой стороны, сам Бьякуган по своей сути не даёт прямую возможность наносить такие удары. Обладание этими глазами не приводит к способности высвобождать чакру из собственных танкетсу. Это выработанный навык и не более, ведь Бьякуган как ни крути даёт всякие плюшки именно в зрительном восприятии, будь то увеличенный радиус и дальность зрения, возможность смотреть сквозь объекты и так далее. Совершенно потрясающий, продуманный и лаконичный симбиоз уникальных глаз и разработанного специально под них особого стиля Тайдзюцу. Те же Ширинган юзеры таким похвастаться не могут. Да, можно заметить, что среди них превалируют бойцы ближнего боя, преимущественно применяющие холодное оружие, что позволяет им заглянуть в глаза противнику и наслать на того Гиндзюцу, или же в полной мере проявить свою повышенную реакцию, позволяющую как успешно отражать атаки, так и молниеносно наносить удары, действуя на опережение. Можно ещё припомнить, что как минимум в семье Фугаку, а после Исаски в почёте Сюрикен Дзюцу, приёмы которого также выходят на иной уровень благодаря Ширингану. Верным будет и замечание, что само тело у чих позволяет куда лучше двигаться с улучшенным от Ширингана восприятием. Но, как и в случае с освоением мягкого кулака, успех определён не только природой, но и усердными тренировками. Однако, в конечном итоге нет такого стиля боя, который называли бы достоянием клана Учиха. Их достояние – это как раз сами глаза. Ну и ещё Великий Огненный Шар, который при этом с Ширинганом никак не связан. Однако, не всех Юга имели доступ к полному перечню приёмов Джуйкена. Наиболее сильные техники передавались только в главной ветви, а то и вовсе от лидера клана к преемнику. Положение же побочной ветви было незавидным. Довольствуясь лишь базовыми Дзюцу, их задачей было оберегать главную ветвь. На войне, как правило, они гибли чаще и больше других Юга. И по понятным причинам своим положением они были довольны едва ли. Первое влекло за собой риск похищения врагами Бьякугана. Второе же потенциально могло стать поводом для восстания. И с целью решить обе проблемы представителей побочной ветви клеймили проклятой меткой. В случае неподчинения, члены главной ветви могли активировать печать и практически буквально выжечь мозг дерзнувшим Хьюга. Если же носитель метки пал в бою, то это запечатывало его Бьякуган, не позволяя врагам заполучить Дзюцу. Как мы знаем, традиции клана дошли даже до того, что дабы не допустить раздора, один из братьев-близнецов стал лидером клана, а второй близнец, родившийся на мгновение позже, был отправлен в побочную ветвь, лишаясь каких-либо привилегий и претензий на власть. Вражда, отвращение и даже ненависть крепло в рядах побочной ветви. Одна половина клана была в клетке проклятой печати, другая – в плену закостенелых предрассудков. Только истинные гении из побочной ветви могли достичь высот главной, как то было в случае с Неджи. И только чистые сердцем представители главной ветви могли изменить свое отношение к побочной, как то было в случае с Хинатой или же Ханаби. Таким был клан Хьюга, таким был их особый стиль боя, и таким был их Доу-Дзюцу во времена первого сезона. Но потом все стало меняться. История клана Хьюга получила несколько развернутых комментариев непосредственно в событиях аниме и манги, но вот на один вопрос в полной мере ответ мы так и не получили. Почему правило с распределением детей лидера в основную и побочную ветвь сработало лишь, по сути, единожды – на Хизаши и Хиаши? Ведь по логике вещей Ханаби, как младшие наследницы, тоже должны были поставить клеймо и сослать в побочную ветвь. Но нет, этого не случилось. Более того, в связи с отказом Хината от претензий на лидерство в клане, Ханаби стала наследницей. Сам факт этого также отменяет вариант о патриархальном характере власти в клане Хьюга. Соответственно, нет разницы, какого пола младший ребенок. И нет, Ханаби родилась еще до того, как Хиаши пересмотрел свои взгляды, как минимум насчет Неджи, а как максимум всей побочной ветви. И единственное логическое объяснение, что это правило распространяется только на близнецов, так как разница в возрасте исчисляется максимум часами. И, соответственно, у младшего ребенка куда больше претензий на главенство в клане. Но в полной мере ответ на этот вопрос так и не был дан. Также доподлинно неизвестно, а прошли ли реформы в клане. Да, Хиаши после экзамена на Чунина стал лучше относиться к Неджи, начал тренировать и воспитывать его. Это определенно послабление, но перестали ли ставить метки? Если да, то когда? После этого события, с началом правления Наруто, ведь он тоже обещал с этим вопросом разобраться, неясно. И, к сожалению, история клана развивалась лишь тогда, когда это было нужно основному сюжету. А после, увы, завершенный финал этой во многом мрачной истории мы так и не получили. Но отвлечемся от пробелов в истории и вернемся к Пьякугану и мощи его юзеров. В раннем Наруто между Пьякуганом и Шаринганом чувствовалась связь, что и то, и то Додзюцу чакру в теле может видеть и так далее. Но они были разными. Их по-разному применяли, они по-разному развивались. Пока Саски открывал Томои, Неджи и тот же Хиаши показывали новые грани Джуйкена. Между этими Додзюцу был некий паритет, а где-то Пьякуган даже выглядел куда сильнее. Но затем начались Мангекьё, Вечные Мангекьё и Ринниганы. Можно сколь угодно долго говорить, что отчасти такая эскалация силы конкретных типов Кики Гинкаев и Дзюцу не пошла Наруто на пользу. С чем я отчасти даже согласен, если говорить о финальном акте истории. Но также лично для меня все эти Аматэрасу, Сусану, Цукиоми и прочие Кота Мацуками крайне интересные, а самое главное зрелищные способности. До определенного момента масштаб битв с использованием этих перков лишь приятно удивлял. Это был закономерный и очень даже неплохой Next Level. И как мы помним, Бьякуган причисляли к так называемым Трем Великим Додзюцу. Мы видели, что ранее эти глаза были вполне сопоставимы с Шаринганом. И, честно говоря, обидно, что в рамках экзамена на Чунина Неджи и Саски так и не смогли сойтись в бою. Но что же было после? Львиный кулак, удар всем телом, техники неплохие, но совершенно блеклые и откровенно слабые на фоне Дзюцу глаз у Чих. Причем, опять же, подчеркну значимость той самой зрелищности этих способностей. Первое полноценное, а не закадровое применение Аматэрасу, Гиндзюца-дуэль, активация Сусану. Без этих компонентов едва ли битва Саски и Тачи получилась бы столь захватывающей и эмоциональной. Мы уже знали, что Саски не одолеть каким-нибудь хитрым броском Куная или же типовым котом Дзюцу. Нужно было нечто большее. И нам дали это большее. Да, уже не столь сильно соотносящиеся с изначальной сутью этого Доу Дзюцу. Но все же эти составляющие привнесли доселе невиданный характер битвы. Причем речь не только о сражении Итачи и Саски. Тут скорее в целом об общем апе уровня сил как противников, так и противостоящих им протагонистов. Но Бьякуган и Джуйкен подобное развитие не получили. Ровно как и не удастся выделить битву, где носители этих глаз смогли выдать такой же забористый экшен, как обладатели опнутых глаз Учихи. И вот здесь условно Бьякуган слили в первый раз. Но после мы узнаем, что Бьякуган это Доу Дзюцу самиху Уцуцуки. Но и в их исполнении глаза едва ли выдавали что-то изобретательное. А сама родственная связь Хьюго с Уцуцуки, мы ее вообще хоть как-нибудь ощущали именно в масштабе клана. Да, это родство повлияло на Хинату, отчего она стала принцессой Бьякугана, и видимо на Баруто с его Джуганом. Но что до самих Хьюго? А пока ничего. Но заметьте пока, все же в этом вопросе все еще в руках авторов Баруто. Но вы скажете, что есть же Тансейган, а я скажу, что лучше бы его не было. Да, это как по мне был второй слив Бьякугана. Эти глаза должны были стать вторым шансом, показать, что и у Бьякугана есть следующая мощная ступень развития, а в итоге невнятный режим, внешне не особо отличающийся от того, что юзали тот же Мадара и Обита. Крайне посредственные и неоригинальные способности, четкие чакры, которые то ли похожи, то ли и вовсе являются Гудоудама. Энергетический луч так и вовсе одна из наиболее банальных атак в принципе, причем не только в Наруто. И вроде бы мелочи, и опять мои придирки, и вообще попробуй найди что-нибудь оригинальное в современных-то аниме. Но это же действительно немного переделанный режим джинчурики Десятихвостого без самого Десятихвостого. Не какая-то кардинально новая способность, не что-то, позволяющее совсем по-другому построить бой. Нет, это просто скин на старую способность с небольшими изменениями в наборе дзюцу. И разве такую эволюцию мы ждали? Лично я нет. И по итогам Бьякуган, будучи значимым до дзюцу в начале истории, в поздней не нашел себе места. А когда его попытались вернуть в текущий расклад топовых сил, вышло это, прямо скажем, так себе. Но стоит отметить, что не только Хьюга и персонажи этого клана остались за бортом. Такая судьба постигла почти всех прочих ровесников Наруто и их кланы. И справедливости ради, такое встречается не только в Наруто. Это повсеместное явление во многих произведениях этого жанра. В связи с этим мы можем принять этот факт как данность. Мы можем даже условно списать это на норму и издержки жанра, но возмущение это вызывать не перестанет. А может... нет. Может вся эта безумная эскалация силы, в которой место находится только для центральной сюжетной линии, в то время как побочные забываются, это как раз гигантская проблема? Может проблема не в Хьюга и Бьякугане, что им не нашлось места в более поздней истории, а как раз в самой более поздней истории? Может даже хорошо, что Бьякуган так и остался до Дзюцу, что может видеть сквозь стены, а Джуйкен мощным стилем Тайдзюцу не по меркам полубогов, а простых шиноби? И знаете, я пожалуй оставлю этот вопрос открытым и верю каждому из вас возможность дать на него ответ. Ну что ж, друзья, такой вот ролик, такие вот мысли касаемо клана Хьюга и Бьякугана. И как я и сказал, на самом деле да, подобным образом прокинули многих других представителей кланов и непосредственно сами эти кланы, но за Хьюга несколько обиднее что ли. Потому что в начале истории позиционировались как сильнейший на данный момент клан, потому что Бьякуган одно из трёх великих до Дзюцу, а в итоге как-то они этому статусу ну совсем не соответствуют. Хотя, казалось бы, возможности для этого в истории были, дать не зная персональную арку для Неджи и показать какой-то условный ап Бьякугана. В ходе этого также раскрыть подробности истории клана Хьюга, меняется у них там что-то или нет и прочее. Можно, конечно, сетовать на то, что это случится в Барута, но думаю там всё же будет не столько про Хьюга и Бьякуган, сколько про Барута и Джоуган. Так что вы, скорее всего, какое-то достойное завершение истории как Бьякугана, так и Хьюга мы не увидим. Вы же пишите, что вы думаете по поводу этого ролика, что вы думаете о клане Хьюга и об их Дзюцу, а также не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, заглянуть ко мне в группу ВКонтакте, нажать на колокольчик и ждите следующий ролик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok